мир добрый день точнее добрый вечер короче мы сейчас оказались в чехае ну наверно немцы так называют если кто-то подумал что я ошибся напишите в комментариях по-русски это чехия а точнее карла у вары излюбленный курорт русских олигархов обратите внимание вообще этот курорт очень любили русский посещать но сейчас он пустует здесь цены довольно-таки сильно упали и благодаря этому мы как бы решили здесь провести двое суток и сняли номер люкс первой жизни теперь мы можем это себе позволить так как мы работаем но об этом позже мы расскажем а сейчас давайте пройдемся в наш номер люкс и сделаем небольшой обзорчик но и вид очень интересно так да кстати теперь мы не вдвоем а теперь с нами код или кота попозже покажу расскажи про котик что за котик у нас европейская бурма мальчик уже пять месяцев ему что еще очень ласковый но любопытный короче оленька выпросила пришлось купить ездили почти во францию на границу теперь живет с нами как зовут и самое главное скажи назвали шнапсом а знаете почему шнапс потому что валенте есть инстаграм она там объявила помощь помочь так назад нам хоть и выбрали шнапс так что подписывайтесь на рынке инстаграм там очень интересных конкурс у нас короче этаж 5b действительно номер у нас люкс никто не обманул заплатили мы за двое суток сейчас на рецепшен 200 сколько 80 280 евро ну что давайте зайдем и проверим соответствует эта сумма отелю люкс с большими скидками так как русские здесь перестали отдыхать и карла вары посту ой тяжело да так включая свет так надо кота пустить потому что уже должен показать комната крутая или не крутая но мы люди воспитанные мы будем снимать обувь здесь начали алинка забыла я подсказал сейчас он будет исследовать смотрите по все 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 пошел пошел шнапс шнапс как дела что на первый взгляд телефон panasonic алло вася у смольного прием чайник это я так понимаю кофе или что это чай это кофе кофе чай сахар смотри картина репина маша я тебя не знаю да 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 вот точно так апсулы есть для этого телевизор samsung два стакана граненых похожие на русский кстати да так что здесь шнапс иди сюда тебе повезло а вон он уже лазит смотрите смотрите охотник кстати кот у нас очень дружелюбный ласковый не линяет два раза в год гладкошерстный очень мало с него шерсти так что вообще моя тема не люблю когда много шерсти еще один телевизор samsung я надеюсь он цветной а ничего на белый вот это я не знаю что такое пульт путь есть тоже ну как ты думаешь на люкс тянет не тянет потому что он просто большой но мы люди не избалованы что будем жить в таком люксе и оценивать его как сказать навороченной функции давайте посмотрим ванную ванны нет да значит это не люкс значит это не люкс в люксе должно быть ванна биде душевая и унитаз у нас только есть унитаз в люксе вот это все есть ушах ковыряться это зубная паста или чё это подскажите в комментариях шампунь о наконец-то любимая твоя раковина отдельный моя так вот кстати обращаем внимание трещины на потолках на вентиляции слабовато для люкса тянет так ну у нас утром ресторане завтрак включен в эту стоимость вай-фай бесплатный что еще говорили что есть частная парковка но как оказалось что я надо было заранее бронировать так что мы оставляем тачку на улице сказали если полиция приедет дали нам бумажку потому что врачи часть курортной курортного города здесь просто так парковаться нельзя полиция вызовет мы должны будем тачку перепарковать если не будет хватать местным жителям ложь на взбегает уже что у нас там еще а здесь еще спажи да да еще здесь по нам сказали что мы можем посетить открытый бассейн и сауну там еще включена я надеюсь там можно в плавках в трусах потому что германия очень много денег потеряла из-за того что мы с алиной не посещали ни разу не сауну не бани в германии реально как-то ну здесь посмотрим как это работает короче зажигать будем присоединяйтесь давайте посмотрим расскажу про нашу работу так в общем но не полностью точно все давайте расслабляемся пришли с алинкой местный ресторанчик нам его посоветовали взяли вот такое пиво покажи как пришлось даже и мне заказать немножко попробовать чешского пива я себе еще заказал свиную ногу за 370 крон а ты что себе заказала карпа с чесноком думаешь вкусно так же салаваца то что алинка сегодня чесночная девчонка пока мы ждем наши блюда хочу вам сказать что здесь очень много русской речи я встретил в отеле у нас в лифте туда сюда катались пока мы разгружали вещи много русскоговорящих людей там живут я так понял по их разговору а здесь у нас три официанта и все они разговаривают по-русски два мужика и одна девчонка представляете что у тебя расскажи что там у тебя расскажу меня то ли в чесночном соусе то ли в чесноке я точно не поняла а я заказал себе фри колено свиное какие-то соусы и хлебушек сейчас попробуем и расскажем вкусно-невкусно за это блюдо я услышал что дал 370 крон это получается в евро примерно 15 евро 1 крона стоит порядка 24 1 евро 24 крона очень вкусно после четырех часов паузы ехали мы сюда 400 километров примерно 4 до 4 часа проголодались сколько обошлось 1163 крона я не знаю переводите сами очень классный ресторанчик понравилось нам быстрое обслуживание цену нормальную выход найти легко пиво отменное у алинки язык заплетается не обращайте внимание она когда выпьет она понимает сразу 8 языков китайский в том числе так что нам работающим людям которые уже начали получать деньги позволительно такая роскошь кушать в таких замечательных заведениях это не реклама это так просто же с доброй воли имеется ввиду а сейчас мы сделаем ночную прогулочку по карловым варом и потом в люлечку спать и проверить нашего котика как он там освоился в люксе и в этом не снялся с плохими потолками и без ванной без беды так что когда арендуете снимаете на букинге до отель обязательно обращайте на это все внимание хотя у нас там была в комплекте ванна да да я сейчас приду проверю у нас реально была ванна я прям точно помню там было прописано . всегда нас опять кинули до нас в мире во всем кидаю да теперь еще и в отеле кинули ладно мы люди неприхотливы я говорил будем пользоваться тем что имеем все давайте еще когда меня оформляли алину на рецепции нашем отеле женщина попросила наши документы у алики немецкий же паспорт а у меня просто внж ой а нам надо это типа ваш заграничный паспорт а я с собой в чехию поехал ничего не взял ну кроме внж на виду это же другая страна у вас должен быть внж загранпаспортом русским потому что внж же выдается на основании этого моего русского паспорта туда данные биваются она ведь проблема с полицией будет потому что мы должны вбить в компьютерную базу ваш загранный паспорт хорошо что у нас была фотография так что имейте ввиду кто едет в чехию такой как я по восьмому параграфу не пришей кобыле хвост милости просим с паспортом на рецепцию тогда проблема в чехии не будет все добрались до номера сейчас будем спать алинка уже постели расправила я короче выбрал эту кровать потому что возле той в этом люксе нет розетки чтобы зарядить на наш телефон у меня есть у тебя тоже есть короче она меня опять обшутила там все есть а ну да на туночку подвигать у меня женщина огонь тебе это не проблема а мне не хочется напрягаться просто хочу лечь и уснуть доброе утро страна пойдем проверим какой завтрак в этом отеле с люксовым номером завтраком я думаю у нас не подведут чего готова я пойду в туалет чего чего а мы хватили же в каждом номере должен быть тем более в люксе водочка котик ушел проверить водичка водичка алкогольные напитки пиво оцените есть точно вчера просто мы не обратили внимание все в кронах и дайте в крон лучше купить в чипке на улице чем брать из этого холодильника в пять раз дороже моя что-то еще там нашла зовет чего можно кофе летом пить сейчас не сезон правда дома таки страшные наверху и на балконе кстати опасно сидеть такое ощущение что бас возьмет и отвалится ладно пошли завтракать котика оставляем видите даже все на русском написано любят здесь нашего брата даже в лифте информация на русском есть да кстати к нам заходили спрашивали нужна любовь уборка номера и спросили по-русски что удивило меня сейчас мы едем в ресторан все по-русски здесь ужин шмужин бассейны пойдем сегодня бесплатный бассейн и бесплатную сауну пойдешь погуляем пойдем вау так чудом вот это вот это вот это вот это всего бери яички с сосисками блинчик берешь хочешь да 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 два штучки люблю жену за мной всегда ухаживают по ресторане официально не зря женился люди пришли завтрака наш котик уже дрыхнет шнапси вот в этом шкафу у нас находится сейф мы вам еще не показывали тапочки о реально тапочки прикинь сейф халаты для спа нашего отеля это на дополнительные одеяло там и подушки нитки еще что-то такое короче сервис на высшем пилотаже у этого отеля где мы живем присуждено 4 звезды ну дорога к нему кстати не очень нормально сейчас покажу вам как мы сюда спускались на автомобиле смотрите вот с той стороны наклон нереально бешеный дорога кривая еще был дождь и мы кое-как спустились вот на это место припарковались мы были в шоке и да алина сказала что в этом отеле парковка есть типа для гостей бесплатная но ее надо было резервировать заранее в итоге мы стали здесь бесплатно а в отеле нам сказали что можете припарковаться где-то в 500 метрах отсюда ну там сутки стоит 19 евро мы думаем да ну нафиг и оставили короче здесь свою тачку а есть еще другая дорога не та которую навигатор нам показывал а вот это она немножко получше ну подсказка вовремя не сработало а сейчас мы идем по городу погуляем расскажем про нашу работу куда мы устроились работать в германии и покажем вам халавары со стороны обычных людей что давайте пошли дальше пока мы спускаемся с горы нашего отеля в город чтобы погулять хочу с вами поделиться чем-то полезным и уникальным если вы шпетер а взильдер или просто интересуетесь жизнью переездом в германию вы можете подписаться на интересный чат в телеграм-канале называется германия помощь и советы переселенцев это место где люди с похожими историями интересами собираются вместе обмениваться опытом и поддерживают друг друга в чате вы найдете множество полезной информации о жизни в германии процессе переезда адаптации многом другом я приглашаю вас присоединиться к этому сообществу это уникальная возможность стать частью общения где можно получить поддержку и поделиться своим опытом ссылка как всегда в описании субтитры ваше чешские вафли подарим друзьям выбор всегда огромный мы решили сойтись на что на вафлях таких себе я возьму такие с вишенкой возьми вот такие карамельки карамельки да что за деньги ваше таблая рогон не тостая сколько за все получается всего 201 крон есть 1 крон ему мелочи нет чего довольна сейчас мы пойдем по бутикам доска мозг а покупать крутую одежду потому что русские то перестали сюда ездить основные покупатели то были здесь в основном русскоговорящие из россии теперь конечно курорт немножко небольшом упадке потому что мы так обратили внимание что много магазинов дорогой одеждой вот например да еще что то есть стали закрываться много пустующих помещений видели здесь в одном месте что даже на русском объявления продаем гостиницу продаем квартиры сейчас дойдем до этого места я вам покажу объявление на русском языке вот именно то самое место про которое я говорил объявление на русском языке что все продается бизнес теряет усилия содержать все это и объявление на русском языке да и кстати в конце видео как я говорил расскажу про свою работу кстати я работаю не 5 дней в неделю всего 4 3 дня у меня выходных ну а ладно я в конце все расскажу так что внимательно смотрите и удивляйтесь моя дама как бы много не пьет но все равно интересуется что твоя тема я просто не знаю чем она отличается возьми узнаешь представляете очереди нет и моя дама единственный покупатель сейчас на китайском спросит даже здесь русский по русски все понимают если чем на свой стабилизма что это самое вкусное липовый цвет мед 36 лечебных трав на белом французском то есть их больше нигде нет возьми не в россии не в германии зеленая в германии точно и зеленая есть тогда такую нам и давайте короче все развели ее берет 12 евро или 200 такой прохожу по улице смотрю там сбербанк все дела думал что еще в калининграде оказался а нету еще в чехии а потом подошли ближе к окнам а а там короче все закрыто не работают рубли не принимают сходили мы короче в бассейн в сауну с алинкой мы были короче вот в таком виде я в труселях алинка в купальнике в бассейне как бы все нормально здесь плавают ну в таком нижнем белье типа в плавках купальниках но в сауне половина короче голых было половина вот как мы это первый раз я зашел в сауну где были голые я там конечно много чего узнал и был сильно удивлен и большую часть времени я провел головой вниз то есть взгляд у меня был в пол чтобы я как бы не смущал людей ну знаете удовольствие как бы не из лучших конечно бы хотелось бы чтобы конкретно для нас были сауны в трусниках ну сидеть на полотенце понятное дело ну блин когда такая смешанная сауна как бы не в кайф вообще два дня мы уже напитались чешской кухней и сегодня решили зайти в грузинский ресторан как он называется пиросмане да и сейчас заказа заказываем блюдо и с вами немножко поговорим в начале видео мы хотели рассказать что мы все-таки можем себе сейчас позволить некие более другие вещи потому что мы с алиной устроились на работу на постоянную алинка устроилась ну пока не будем говорить куда и я тоже устроился в прошлом видео кстати мы говорили почему мы решили выйти на работу потому что меня выгнали со школы это можете посмотреть в прошлом в этом ролике да почему меня выгнали со школы и у алинки подошло время она сдала она пыталась сдать b2 у нее не получилось и она тоже решила выйти на работу так что теперь мы рабочие люди мы можем себе больше позволить на немножко но больше а я значит устроился тоже на работу и если помните по прошлым моим роликом я тоже говорил что я буду работать при условии если у меня зарплата будет не меньше двух тысяч евро то есть сколько я сейчас получаю я пока пока тоже не скажу отработаем может месяц-два чтобы реально убедиться в правильности и честности моего работодателя но единственное скажу что я работаю у русского директора там и многие говорят что русский лучше на русских не работать но посмотрим как это будет по факту так что какая зарплата у меня какая у Алины где мы работаем мы вам расскажем в следующих роликах скажешь да обязательно потому что мы там еще подписывали какие-то договора нельзя там что-то распространять да там шутс так что прям в подробностях не будем вдаваться да ну так в общем плане мы вам расскажем да что там и как у нас получается потому что это наш первый опыт работы в Германии ну сразу говорю у нас не появилось чувство писать всем в комментариях что вот идите на работу идите на работу нам как бы работа нравится она в кайф то есть мы получаем удовольствие как от денег так и от самого процесса работы потому что мы искали работу ту которая нам понравится ну а на сегодня наверное все покушаем мы сегодня что мы закажем заказали хинкали да и завтра уже поедем из Карлахуара в Германию домой так что следите за нашим каналом как поздние переселенцы эмигрирующие из России живут в Германии и напоминаю что ссылочку внизу я оставлю на один интересный очень телеграм-канал так что кто хочет приехать в Германию переселиться по программе это Зильдер да поздние переселенцы так что посмотрите там очень интересно там много советов ну все в принципе до свидания до скорых встреч пока пока не пропадайте с нашего канала пока пока нас с Алимкой попросили спуститься в нижний зал он более интересный там идет какой-то концерт живой музыки посмотрите кто здесь посещал интересным заведением бы сюда даже место бронировали а 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 Субтитры сделал DimaTorzok